Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Высаду или в огороде. И сегодня мы не будем готовить, я не буду ничего не сеять, не сажать, а просто хочу немного с вами поделиться, поделиться о наболевшем. Наболевшем, то что сейчас это во мне все прям буквально, не знаю я, бурлит. Дело в том, что сейчас среди огородников, да, и не огородников, можно так сказать, образовалось вот каких-то два лагеря. И яблоко раздора это М-ведро, вот ведро для утилизации отходов. И мне тоже задают вопрос, Юлия, пользуетесь ли вы вот этим ведром, делаете ли вы утилизацию отходов у себя дома? Я вот, дело в том, что в трансляции я не могу отвечать долго на этот вопрос, поэтому мы решили снять ролик. Я хочу сказать следующее, дорогие друзья. Дело в том, что это лично опять мое мнение. Утилизировать или не утилизировать отходы? Вот в данный момент, касаемо меня, я живу в своем частном доме. И мне утилизировать отходы просто-напросто не приходится. У нас есть хозяйство, есть птица, которая с удовольствием это все поедает. Утилизировать мне не надо отходы. Но опять, люди, которые живут в доме, в частном доме, и утилизируют отходы у себя на кухне, какое бы ведро это ни было, извините меня, честно говорю, я этого не понимаю. Дело в том, что вы же, можно утилизировать эти отходы следующим образом. Сейчас зима, довольно-таки очень холодно. Поставьте вы в теплице бочку. Ну, конечно, бочку, чтобы было железное дно, да, чтобы туда мышь, крыс не влезли. И приспокойненько выносите вы эти все отходы в эту бочку. Зачем сушить отходы на батарее? Вот до меня вот это вот не доходит просто-напросто. Ну, представляете, я на кухне, сейчас разведу вот этот, я не знаю, свинарник, у меня будут на батареях везде лежать какие-то очистки там и все такое прочее. Хотя опять люди уверяют, что да, сушим, за ночь это все высыхает. Но опять, у кого частный дом, пожалуйста, у вас есть где поставить бочку, теплица, не теплица, ради бога, вывозите эти отходы. Самое главное их все-таки спрятать от грызунов и спрятать от птиц. Я хочу вам рассказать еще вот такую одну очень интересную вещь. Когда я была совсем молодым огородником, и мы жили в Комсомольске-на-Амуре, у нас сосед был агроном. И вы знаете, никто его на тот момент никто не понимал, вообще никто не понимал. Он что делал? Он в картонных коробочках, ну, потому что мешков для мусора тогда не было на тот момент. Он в картонных коробках все отходы, все замораживал на балконе. А потом, когда у него был выходной день, он на самке загружал эти коробки и вез на огород. Потому что у нас участки нам выделялись довольно-таки, ну, где-то больше даже километра, наверное, от дома. И он это все утилизировал и увозил на огород, в железные бочки. И вот как раз-таки у того мы не понимали. Многие его не понимали и думали, вообще занимается какой-то ерундой, эти отходы отчетки собирает и везет на огород. Но вы не представляете, какие он собирал урожаи. Он такие собирал урожаи, что нам и не снилось на тот момент. То есть, действительно, вот эта утилизация отходов, она как бы работала. Но опять, я возвращаюсь к ведру, который вот сейчас, я не знаю, мне очень жалко блогеров, которые действительно пользуются этим ведром. И оно их вполне устраивает, и отличные результаты у них. И они показывают все на лицо, какие урожаи. Но, боже ты мой, на них сейчас обрушился шквал этого негодования. Я хочу обратиться к вам, люди, ну будьте вы добрее, да что же это такое-то, да? Вот с этим ведром, ну готовы уже чуть ли не на голову надеть это ведро тому человеку, который рассказывает про ведро, про это, про утилизацию этих отходов. Я, мое личное мнение таково. Суть той басни такова. Если вы, а, вот еще, немножко отклонюсь, да, все-таки я сторонница, и я всегда на стороне тех людей, которые практики. Вот она, да, у нее это ведро, она им пользуется, она там показывает то-то-то-то. Но я не сторонника теоретика. Теоретиков тех, которые, ну да, там, что-то в чашках Петри посеяли, проверили под микроскопом, и до нас донесли, и сказали, ну все плохо, все плохо. Ведро это плохо, им препараты, они вообще не существуют, это вообще полная ерунда. Хотя люди ими пользуются, и пользуются очень давно, и я сама пользуюсь, и Байкал, и всем, и я не могу сказать, что они не работают. Как же быть даже с теми же бактериями, да, которые мы покупаем сейчас, для туалетов, да, продаются, для септиков, для всего. Что это тоже, что ли, полный бред получается? Не надо ничего никуда не сыпать, ничего, нюхать эту вонь в уличном туалете, да, и наслаждаться жизнью. Поэтому я вот что, вот я все-таки сторонница того, что если человеку нравится это ведро, да, М-ка, я его называю, он пользуется им, все, действительно у него все растет, все пышет. Дорогие мои, и не надо утверждать обратное, что это все очень плохо. Не стоит этого делать, потому что прежде чем это сделать, надо попробовать это все, вот, как говорится, на своей шкуре, да, взять, вот, вот я вам честно скажу. Вот у меня сейчас на кухне, но я не стала покупать ведро, потому что это очень дорого. Да, честно говоря, у нас в магазинах их не продают, мне просто, я опять говорю, мне просто для интереса и самой для себя. Мне есть куда отвезти отходы, там, в бочке, все, но мне интересно, правда, как это все работает, вот эта вот система. Ведра у меня, конечно, этого нет. Я на кухне поставила ведро, ну, сделала, как бы, ведро, вот, вот, именно, чтобы утилизовать отходы. Мужу категорически сказала, все, отходы никуда не выносить, все, он, конечно, так это, знаете, покосился на это ведро, он скажет, ну, все. Ну, я не знаю, все, не все, ведро стоит, куры это ничего есть не будут, и мне просто интересно посмотреть. Ну, действительно это работает или нет, вот, как нам вот показывают, и я хочу сказать, ну, не надо, дорогие мои, ну, не надо, пожалуйста, вот, только не надо вот этой ругатни, ругатни на каналах, не надо. Вы посмотрели, посмотрели, сделали для себя какие-то выводы, да, да вот не нужно мне это ведро, да не буду я им пользоваться, и не надо, пожалуйста, это переносить все на другие каналы, и людей там бомбить, и, я не знаю, и обзывать всячески, и унижать, и все. Мне просто обидно, мне, честно говоря, обидно, обидно как блогеру, человеку, который действительно тоже сажает и тоже много шишек набивает, и, в общем-то, вот, наверное, может быть мой разговор такой немного сумбурный, но я хочу, чтобы у нас на канале, у нас на канале однозначно никакой ругатни не было, я вас прошу просто, но я обращаюсь к вам, давайте все-таки поделимся, у кого есть это ведро стоит на кухне, кто им пользуется, какой результат, как растения растут от этого, вот от этого, вот именно вот этого компостирования, вот в этом вот ведре, да, а не где-то, да, кстати, хочу сказать, вот есть люди пишут, да я лучше в компост отнесу это все, дорогие мои, ну отнесите в компост, а крысы вот так вот ручки-то потрут, и в этой компостной куче-то у вас заживут, потому что вот просто опять возвращаюсь, у меня, у соседки, сосед, у него компостная куча, вот это так называемый, он туда сваливает отходы, соседка говорит, мне страшно, потому что я даже вижу, как носы из этой кучи, крысины, в общем-то, выглядывают, поэтому здесь тоже вот нужно посерьезнее отнестись, да, куда спрятать вот эти вот все отходы, чтобы не разводить этих хвостатых чудовищ, ну что ж, вот, наверное, пожалуй, и все, вот такое мое, значит, содержание моего текста, будьте добрее, будьте добрее, терпимее друг к другу, конечно, роликов множество, смотрите ролики, если это не ваше, и, как говорится, вам это не надо, значит, не надо унижать того человека, который пользуется этим, это просто вот я вас прошу, ну, а я, конечно, кстати, сейчас зима, и вы можете пробовать все, что угодно, и проводить любые эксперименты, потому что я вот провела тоже один эксперимент, я вам покажу, что у меня получилось, краул, вот, и поэтому пробуйте, экспериментируйте, делайте выводы, а с вами была Юлия Меняева на канале Восады Левогороди, пока!